Мечта о сказочной загородной жизни разбилась, о суровую реальность в одном из коттеджных поселков Сосновского района. Застройщик несколько лет назад продал дома, а теперь взял и перекрыл подъезды к этим домам, ссылаясь на то, что все дороги — это земля, находящаяся в его частной собственности. Сначала, значит, проезжали здесь по дороге все, потом вдруг застройщик запретил нам здесь ездить, поставил вот этот забор. Смотрите, здесь переграждено, здесь траншеи, здесь заблокирована машина, здесь тоже траншеи, здесь, здесь не проедешь. Сын мой, значит, заехал туда, к своему дому, он взял, ему перекрыл дорогу всю и сказал, все, не выйдешь. Он три дня у меня не мог попасть на работу, вы понимаете, его чуть не уволили. Это его земля, и он здесь делает, что хочет, он мне так сказал. Даже если он выбежит за территорию, штраф. Это вот наша дорога, да, в которой мы должны и стройматериалы возить, и там, например, пожарных вызвать. Там, ну, мало ли там, либо скорую, я не знаю, если пропустит, скажет, не пропущу. То есть около километра мы должны обходить, чтобы попасть в свой дом. Очень умный человек, продумал, как бы, всю эту схему. Вся земля иформлена на физическое лицо, получается, власти до него достучаться не могут. Он обошел всех. По вашему заявлению вынесли решение. Вот. Отказано по административному правонарушению. То есть в действиях этого Хасанова административное правонарушение не усматривается. Если он не пускает пожарную, не пускает скорую, в отношении него уже будет применена административная какая-то статья. Либо, если понесет какие-то последствия после пожара, вы сгорите, не дай бог умрете. Тогда уголовное то, что он воспрепятствовал его халатности. Честно, я даже в шоке. Я даже не пойму, чего. Вот я его слезно прошу, пожалуйста, как бабушка, дайте нам дорогу. Больше мы ничего от вас не просим. Все остальное мы сделаем сами. Сам застройщик говорит, что к подобным мерам он прибег, так как к собственникам домов испытывает сильную неприязнь. Я являюсь собственником этого участка. Частная собственность у нас авиохранительская институция. Я их уведомил о том, что они, чтобы больше уже не проезжали, не проходили. Когда вы им продавали эти дома, они знали о том, что у них будут проблемы с перемещением? Вы им объясняли? Показывали дорогу? Они же должны были знать, к чему готовиться. Вы умеете задавать вопросы, я уже понял. Мы сейчас закончим интервью просто, если вы так будете задавать вопросы. Я не знаю, знали или не знали. Этот человек сам смотрит вообще-то покупатель. На словах, да, на словах было объяснено, что вот здесь временный заезд. В ближайшее время будете проводить им коммуникации? Я просто решил не проводить им коммуникации. То есть я мог это сделать в виде подарка, потому что нормально разговариваю, все было хорошо. Но потом я отказался. Соответственно, давайте так, дружили и поссорились. Кстати, жители обращались не только в полицию, но и в администрацию и прокуратуру. Но везде говорят, что все законно. Застройщик поселка, в свою очередь, хочет подавать на жителей в суд, так как считает, что они устраивают ему провокации и специально заходят на его землю.